Привет, друзья! К сожалению, такой знаменательный для всей страны День Победы уже прошёл. Но праздники ещё не заканчиваются, и сегодня, как вы думаете, что за день? Правильно, сегодня моему каналу исполняется три года! Да, вот, конечно, сложно поверить, но правда есть правда, поэтому я думаю, что вы его обязательно поздравите. Ну а в качестве подарка сойдёт и положительный отзыв, ну, по возможности даже приглашение друзей на канал, пусть они тоже подпишутся и тоже поздравят его. А пока я вам представляю третью часть ляпов мультсериала Барбоскиной, поэтому смотрите её с удовольствием. Поехали! Матч! Гена идёт по направлению к лестнице влево! Стоп, по сценарию нужно сказать, что выключатель находится возле двери. Ну а на этом кадре его на своём месте вообще нет. Молодец, дружок, не сдаётся, продолжает смотреть матч. Да вот только есть одна проблема. Телевизор в квартире Барбоскиных всего один, и он находится на кухне, которая, в свою очередь, расположена за спиной дружка. Первое место. Что-то я на девочках бус не вижу. А, ну вот теперь никаких претензий нет. Правда, остаётся один вопрос. Почему их не было на первом кадре? И снова проблема с бусами. Они то есть, то их вовсе нет. Семейка радуется первому месту. А вам, друзья, открою небольшой секрет. Посмотрите на задний план. Там отсутствует лестница на второй этаж. Только никому-никому не говорите. Не расстраивайте Барбоскиных. Перевоспитатели. Не знаю, стоит ли считать это ляпом, но, похоже, ситуация была уже замечена на моём канале. Игры разума. Обратим внимание на обстановку на полке, которая со временем претерпевает существенные изменения. Но потом обстановка всё равно меняется, ведь полки заставляются книгами и книгами. Зайка Гену в ступор завёл. Обернись хоть, посмотри. Нормально всё с малышом, вместо книг игрушки. Ну что ж, всем большое спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok